Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. Сегодня с вами Владимир Добров и мы отправляемся на третий этап женского гран-при. Обсудим лучшую партию, сыгранную на этом этапе. Напомню, что завтра стартует четвертый, завершающий этап, в котором играют наши прекрасные девушки и мы будем за них, безусловно, болеть. Начиная с 3.30, завтра на канале ЧСКУМРУ вы можете принять участие в обсуждении этих матчей под руководством известных стримеров и гроссмейстеров всей Руси. Итак, значит, что же это за партия? Партию играла Екатерина Лагно, победительница третьего этапа, с чем мы ее сердечно поздравляем. Екатерина молодец, прошла очень тяжелый путь. Она играла против китаянки Хуи Фань и, на мой взгляд, очень хорошо ей удалась первая часть матча. И одну из таких вот партий я вам сейчас хочу показать. Я не буду заострять внимание на дебюте, потому как, как говорят, значит, пример учебный, который в этой партии, безусловно, возник. Здесь было два таких серьезных момента, которые стоит отметить. Итак, чем примечательна эта партия? Тем, что она простота, как говорится, проста и практична. А простота и практичность – один из лучших качеств при игре быстрых контролей. Итак, ферзь 2-7 взяли, ферзем на d4, ходит 6, ферзь d3. Ну, в общем-то, такой вариант, казалось бы, беззубый. На самом деле, определенные виды и определенные яды, естественно, он содержит. Но сейчас, после хода с лунжа 5, белый готовы испортить настроение черным, взять темную f6, создав определенные слабости. Поэтому черным необходимо сейчас решаться, что делать с конем. Итак, конь может отскочить на h5, так встречалось у него во многих партиях. Затем идея в том, чтобы отогнать слона ходу ма6, затем отогнать коня с воли d5, вернуться потом на свои исходные позиции и, в общем, дальше маневрировать. Такая, в общем-то, игра достаточно интересная. Ну, вот Хууи Фа, не знаю, насколько она была готова к этой партии. Тем не менее, она взяла на d5, а это спровоцировало сразу же изменения в пешечной структуре, причем изменения в пользу белых. Явно, причем, в пользу белых. После еды конь e5, других отходов коня здесь попросту не было. На конь b4 следует ферзь e4, там атакованная пешка на e7, конь на b4. Поэтому конь e5 практически единственный отход. В любых других случаях ладья подключалась бы на e1, и пункт e7 оказался бы совсем плохим. И вот после хода конь e5, взяли на e5, приходится бить пешкой. Но почему приходится? Потому как, наверное, все-таки после хода слона e5, c3, у белых ясная идея зацепка пешки на e7. Белые могут играть как ладья e1, так и впоследствии f4. Но их давление здесь не вызывает сомнений. Давление достаточно неприятное. Поэтому более сложная игра d e, но определенные диски для черных, безусловно, она имеет. Потому как перспектива белых очень проста. То есть белые готовы проводить атаку большинства, для того, чтобы организовать проходную пешку на перзевом фланге. Или, может быть, даже пешку d организовать, кто знает. Ну и, в общем-то, проще некуда, как говорится. Все очень легко и понятно. В то время как у черных есть определенные проблемы. Ну, проблемы какого формата? Да, у них номинально на пешку больше в центре. То есть мы видим, что пешка e может встать на e4. Но два хода в партии сделать одновременно нельзя. Поэтому белые всегда смогут ограничить это движение ходом f3. Что и было, в общем-то, забегая вперед в партии. В общем, вот это вот изменение в пользу белых. И дальнейшая часть партии строится на борьбе от этих вот планов. f6. Ход далеко не обязателен. Но вот после хода слона e3, мне кажется, белые еще больше усилили свою позицию. Потому что слон на e3 поддерживает движение цепи. f5, f3. В общем-то, f3 достаточно спокойный, хороший ход. Как я уже говорил. Тормозящий, так сказать, черных. Роль h7. Ладья d1. Можно было начинать, наверное, с хода и ладья a b1. С идеей b4. Ну, Катерина сыграла просто, понятно, быстро. b6. Ход, который необходим черным для того, чтобы хотя бы как-то на время притормозить движение от этих вот пешек. Ладья c1. Возможно, более аккуратно было, опять-таки, ладья b1. Для того, чтобы вот эта пешка на b2 не висела ни в каких вариантах. Потому как после ладья c1, как сыграла Катерина, черные воспользовались этой вот идеей. Идеей e4. Оживая чернопольный слон на время. И вот после взятия, взятия на b2, ладья c2, слон возвращается на e5. В общем-то, у черных появляются идеи с ходом f4. Так же просто хотят заводить спали не f. Поэтому Катерина логично хочет его выменять, этого слона. И вот после взятия на e4, ферзь e4, черные ошибаются достаточно серьезно. Размен чернопольных слонов здесь оказался крайне опасным. Потому как после этого у черных организуется вот эта вот слабая пешка на e7. Мы видим, что она отсталая. Белые готовы сейчас просто на этот объект начать давление. Более того, есть поле вторжения. Это поле e6 перед пешкой. Так часто бывает. Перед слабостью обычно слабое поле, достаточно серьезное, присутствует. И вот это поле e6, оно также может позволить атаковать и короля. Белый король более надежен. И у белых сейчас огромный переезд. Вместо этого черным стоило вернуться на слоном на d6. И попытаться как-то вот перестроиться, используя поле f4 темповое. В случае g3 там появлялись новые поля. То есть у черных в общем-то все крепко, слабость не чувствуется. Опять-таки движения c5 пока нет. Вот такая ситуация могла сложиться для черных более-менее нормально. Вместо этого взятие на d4, ладей f6. И Катерина логично расставилась. Напала на пешку e7, ладей f7. Защитились черные на время. Но сделан еще полезный ход h3. Это ход форточка. Чтобы не было никаких матов по первому ряду. Очень разумно. h5. И на другом фланге. Катя сыграла a4. То есть идея этого хода отвлечь пешку в b6. То есть потревожить ее ходом a5. В случае b, а организовать проходную c. То есть в этот момент черные пешки будут обесценены. А пешка c будет очень серьезной проблемой для черных. Ну что ж, очень здорово. Она вот этот ход сделала. И черные ошибаются. Сразу же ошибается. Хоуи Фан играет ладей f4. Полагаю, что просто разнервничалась. Потому что полезных ходов у черных нету. Но терпеть позицию можно было. Сыграла ладья f4. И им последовал такой переход в ладейный эншпель. Вот посмотрите. Вот такой ладейный возник форсированно. И казалось бы, что лишняя пешка далеко продвинута. Но, как мы знаем часто, что ладейные кончания не выигрываются. Такая есть шутка. Или шутят порой, что все ладейные ничейны. Одно и то же, по большому счету. Но не всегда это так. Итак, черные сейчас готовы бежать к этой пешке. К пешке d7. Белым нужно активизировать короля. Что Катя делает? Активизировал короля. Король пришел на e3. В общем-то, здорово. Ладья d6. И вот в этой прекрасной позиции, которой уже многие склонялись к тому, что будет, скорее всего, какая-то ничья. На самом деле находится тактический классный ход. Не всегда мы видим тактику владейника. Хотя владейные популярные достаточно. Эншпеля самые популярные. Самые часто возникающие в партиях. Итак, опять. Вот такой неожиданный ход. Идея этого хода в том, что после взятия на a5 белые отвлекают черную ладью от пешки d7 и выигрывают партию. Мы видим, что сейчас белые просто легко побеждают. Но как побеждают? То есть, естественно, надо следить за тем, чтобы не было никаких крепостей. Но в этой позиции крепость создать, конечно, невозможно. Итак, что же последовало после a5? То есть, брать пешку нельзя. Хоуи Фань сыграла король e7. Ну, пешка двинулась дальше. Пешка продвинулась дальше. a6. Единственный ход черный делает b5. И здесь очень грамотное решение от белых. Очень техничное. Последовал король f4. То есть, король начинает двигаться к потенциальным пешкам, которые, в общем-то, в дальнейшем и будут объектами для атаки. b4. Черным по большому счету делать нечего. Они должны двигать эту пешку. Король идет на g5. b3. Ну что же, пешка b отвлекает белых от пешек a и d. Но как раз-таки этого времени более чем достаточно, потому как король на g5 уже сделал очень большую работу. И вот остается сделать еще несколько техничных ходов. И вот очень приятно видеть, когда техника на высоте. Мы видим, что пешки поменялись. И вот, казалось бы, 2 на 2. И как здесь выигрывать? А выигрывать здесь очень легко и просто. Итак, Катерина, во-первых, отрезает короля черных от того, чтобы он смог одну из этих пешек подкрепить. Мы видим, что теперь король не участвует в защите. Никаким образом он не сможет перепрыгнуть эту жуткую линию. Приходится черным терпеть. Ну, играет ладья a2. Но это не имеет значения, потому что у белых здесь уже четкий план победы. Если вы успели уже его найти, вы большой молодец. Или вы, может быть, профессионал и так далее. Итак, значит, попыталась с Хоуи Фань здесь как-то обменять пешки g, но нет. g3, конечно, ладья a6. Еще один техничный ход h4. Таким образом, белые фиксируют эти две слабости. И дальнейший план. Вот, опять-таки, видите, что стоит дальше Хоуи Фань на месте. Дальнейший план очень прост. Катерина, конечно, этот план видела. И видно, что опыт, конечно, колоссальный в этих позициях. Итак, белые идут в обход. Король h6. Король идет на поле f7. План победы таков. Король приходит на пункт f7. И затем белые, к примеру, дают шаг на e7. Впоследствии играют ладья e6. И все начинают съедать. Это первый план. Ну, а второй план, который Катя продемонстрировала, он даже еще быстрее, наверное, решает. Выясняет, что черные, опять-таки, вынуждены стоять в пассиве. И подключается ладья через поле g5. Вот такой вот техничный прием, который вам стоит взять на заметку. Отрезание короля. И затем обход. С фиксацией слабости, безусловно. И вот потом она почистила пешки. Ну, и дальше, в общем-то, делать техники. А техника, как я уже сказал, у Катерины на высоте. Хоуи Фань не стала ее проверять в реализации, в стадии реализации. Потому что реализация здесь слишком проста. И признала свое поражение. На мой взгляд, очень хороший пример на технику. На практичность, опять-таки. Ну, и, в общем-то, изучайте иншпиля. Играйте в шахматы. Ну, и до новых встреч. Пожелаем нашим девушкам успеха в решающем, завершающем этапе гран-при. Слитесь за новостями. Всем пока.